Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Вы смотрите передачу о мелочах из жизни. Хлеб всему голова или это уже не модно? Тема нашей сегодняшней передачи. И в этом нам помогут Фаина Самарцева, генеральный директор холдинга Ульяновск Хлебпром, а также Елена Дерябина, диетолог-гастроэнтеролог и доцент Улго. Первый вопрос, Фаина, наверное, мне к вам сразу же напрашивается, а правда ли, что хлеб уже не тот, как во времена наших бабушек? Я думаю, что у нас с вами разные бабушки. Я родилась довольно давно, в 65-м году, и во времена моего детства, и во времена моей бабушки очень много хлеба, которые пекли сами, было много пекарен, были очень мощные хлебозаводы, которые поставляли не так много хлеба по разнообразию сортов, но он был очень здоровый по нынешним понятиям. Это был хлеб на заквасках, это был хлеб из муки смешанной валки, знаменитый серый хлеб, который ели в каждой семье. Смешанная валка – это когда половина или там в какой-то пропорции хлеб из муки ржаной и пшеничный. Причем очень много было пшеничного хлеба из муки первого сорта, который практически никто не делает. Вот, например, на территории Ульяновской области пшеничный хлеб из муки первого сорта, то есть большим количеством балластных веществ по сравнению с мукой высшего сорта, делает только ульяновский хлебпром. Это связано с разными вещами, и поэтому, когда мы говорим «бабушкин хлеб», надо говорить о том, что хлеб – это тот продукт, который едят буквально с года жизни и до последнего дня жизни, поэтому количество бабушек и возраст бабушек, и понятие «бабушкиного хлеба» у всех очень рад. То есть во времена моих бабушек хлеб тоже уже был не тот? Ну, сколько лет вашей бабушке? Так, если мне 35? Ну, вспоминайте, сколько лет вашей бабушке. Сейчас мы еще скажем вес каждого, давайте мы не будем говорить, кому сколько лет, потому что я уже о своем возрасте говорю. Но, в общем, технологии уже не те, это действительно правда. Технологии разные. То есть технологии классических хлебозаводов сохраняются. Сохраняются они везде, это серьезные и большие производства. И чем отличаются технологии серьезного хлебозавода, то есть заводского хлеба, который был во времена, предположим, 20 и более лет назад, если мы говорим о возрастном промежутке, который прошел, это сохраненный хлеб на заквасках. То есть хлеб, где существует специальное дрожжеварное отделение, там, где ведутся заквасочные все лабораторные исследования, и там, где есть специальные люди, которые этим занимаются, дрожжевары, люди, которые технологи пищевого производства, которые занимаются исключительно тем, что они выращивают закваски, поддерживают их в хорошем состоянии и следят за тем, чтобы они работали в хлебе. А небольшие производства пользуются хлебопекарными дрожжями прессованными, которые не требуют никакого внимания. Вот только этим они отличаются. Елена, вы как считаете? Ну, у диетологов совершенно другой, наверное, взгляд на хлеб и на сырье, из которого его производят. Сейчас основная такая тема по обсуждению, да, у диетологов и не диетологов, нутрициологов и всех, кто занимается ПП, это глютен. Основная такая проблема, и как раз-таки вот этот вот глютен, он изменился, да, то есть раньше, в принципе, большое количество хлеба употреблялось, и как-то это не оказывало... Ты не будешь прощать, что я перебью. Да, я могу сказать, что вы понятие вкладывать в глютене. Обязательно расскажу вам об этом сейчас. То есть раньше как-то это было безопасно для здоровья, да, хотя основная еда как раз-таки был хлеб в силу того, что было, ну, достаточно дефицитным по другим продуктам. Глютен – это белок, который входит в состав зерна, пшеницы и некоторых других зерновых. Вообще глютеном называют, скажем так, существует группа белков, да, и вот этим с общим... Каждое зерно имеет свой белок определенный. И вот это вот получается, что глютеном обозвали, в принципе, самый такой опасный белок для человека. И разница в том, что у нас, получается, раньше пшеница не подвергалась генетическим каким-то модификациям, и, в принципе, глютена содержалось определенное количество. Нам было легче его переварить. Мы эволюционно привыкли к этому количеству глютена, а сейчас просто в силу того, что глютен – белок, который еще и отвечает за клейковину, да, вот за пышность, скажем так, хлеба, то, в принципе, стали выводить то зерно, которое содержит больше вот этой вот... Поэтому качество, оно, ну, выше, да, вот, и, получается, увеличилось количество глютена. Мы еще эволюционно не успели к этому... Это абсолютно неправильно. Мы можем поспорить здесь, у нас для этого педащей есть. То есть это грубейшая совершенно ошибка. Я могу сказать, первое, по поводу глютена и по поводу клейковины, и по поводу зерна. Существует на протяжении десятилетий, мы пользуемся ГОСТами, которые были заведены в Советском Союзе с 30-х годов, количество клейковины, гастируемый по цифрам предметов. То есть клейковина должна содержаться в зерне третьего класса, грубо говоря, 24 и выше. Значит, это первое. Второе. Невозможно сделать генетически модифицированную пшеницу, просто физически невозможно, с повышенным содержанием клейковины в зерне. Это сорта пшеницы, они никакие, естественно, не генетически модифицированные, так же, как выращиваются, так сказать, более урожайные сорта. Это не имеет никакого отношения к генетически модифицированным вещам. Если мы говорим о генетически модифицированных вещах, есть смысл вести о кукурузе, которая повсеместно заменяет глютен. Я не говорю просто про генетически модифицированные продукты. Мы говорим сейчас о зерне, которое содержит как раз-таки больше глютена. Хорошо, у меня тогда такой вопрос, доктор. Сколько человек в мире страдает целиакией? Менее 1%. То есть непереносимостью глютена страдает менее 1% населения в мире. То есть тем, кому не показывает глютен. Им показывает глютен. Правда? Вот смотри, опять же, менее 1% в мире, и разные национальности, разные страны имеют разную распространенность. И сейчас по России, вот мы, если будем говорить сейчас о целиакии, это отдельное заболевание, которое мы не будем его обсуждать, наверное, в рамках этой программы, прям так индивидуально, потому что целиакия встречается, это генетическое заболевание, которое встречается, например, по разным статистическим данным от до 20% территории Российской Федерации. Им вообще противопоказано? Здесь идет момент того, что здесь... Это не аллергия. Целиакия – это когда глютен является ядом, токсином для оболочки кишечника и развивается воспаление в кишечнике, которое может запустить аутоиммунные заболевания, сахарный диабет и так далее. Но это состояние, которое нужно диагностировать, опять же, оно завязано на генетике. У нас сейчас возникла другая проблема, что у нас еще 2 реакции на глютен появились, то есть целиакия – раз. Аллергическая реакция на глютен, как на любой другой продукт, как на молоко, как на малину, как на яблоки, бананы и так далее. Это вы говорите уже как врач, когда приходит к вам... Ну, конечно, как гастроэнтеролог и как человек... Скажите, пожалуйста, а в процентном соотношении аллергические реакции на глютен больше, чем на что-то остальное? Оно сейчас... Нет, оно, конечно, самое распространенное у нас идет – молоко. Но 8 продуктов, которые как раз-таки по рекомендации ВОЗ попадают, то есть основные аллергены, которые мы должны исключать, да, мы знаем, это молоко, рыба, орехи, яйца, курица и пшеница туда тоже попадает, потому что соя, да, как компонент, который вызывает аллергию, и пшеница. Еще в рекомендации ВОЗ есть арахис, но это так, как ВОЗ, и так, как это американцы, у них, скажем так, больше распространенная арахис-продукция, у нас этого нет. У нас больше вот именно как раз-таки пшеница. И это аллергическая реакция, такая же, как и аллергия, например, на молочку. Она может вызывать и кожные проявления, да, может быть, вызываться, ну, проявляться и в виде аллергической энтеропатии, когда у нас нет кожных проявлений, когда у нас проблемы с кишечником. И сейчас идет третья реакция на глютен – это непереносимость глютена, когда, ну, в силу определенных факторов, которые повлияли на работу кишечника человека, например, и нарушение флора кишечника, может быть, синдром избыточного бактериального роста, лекарственные препараты и так далее, генетические особенности ферментной системы, особенности иммунной системы. Получается, что глютен просто перегружает кишечник и вызывает вот такое вот понятие, как синдром повышенной проницаемости слизистой оболочки. Причем, скажем так, сам глютен может не вызывать в какой-то клинике, а он может повышать эту проницаемость для других патогенных. Как это лечится? Исключить хлеб? Вот смотрите, опять же, ну, вот я как диетолог, я хочу сказать, что я не считаю, что существуют абсолютно вредные продукты, абсолютно полезные продукты. Брокколи тоже может быть для некоторых людей, ну, есть непереносимость, и вот синдром избыточного роста просто будет вздутие после приема брокколи. По поводу хлеба, что нужно сказать? Мы не говорим про целяки. Целяки – это состояние, когда хлеб полностью исключается из рациона, и от этого зависит жизнь человека. Там даже следы не допускаются. То есть рядом росла овсянка с пшеничным полем, это тоже овсянку есть нельзя. Но если у нас всё должно быть в меру, да, допустим, вот эта вот повышенная, скажем так, чувствительность, непереносимость глютена, она у нас формируется тогда, когда мы начинаем есть в большом количестве этот хлеб. И это накопительный эффект получается? Это чаще всего может быть и накопительный эффект, да. То есть какого возраста получается? Там могут быть, нет, там больные могут быть разные. Это может быть и даже у детей раннего возраста, когда у них есть какие-то изменения уже слизистой оболочки, да, к этому моменту в кишечнике. И у них может быть вот это вот… Это же сколько нужно хлеба тогда употреблять, чтобы… Здесь чаще всего у нас происходит, вот, скажем так, подмена понятий, да, и так далее. Когда, ну, в принципе, хлеб получается, если мы едим несколько кусочков в день, да, в принципе, это не так страшно. И та же самая нагрузка глютеном не так страшна, мы это переварим. Но когда хлеб получается, он идёт к каждому приёму пищи, хлеб, бутерброды, да, мы едим кашу с хлебом, мы едим всё, что ухода… Помятка так называемая, да? Да, с хлебом, да, и это иногда бывает просто… У меня приносят дневники, которые, например, приходят. Они могут содержать, например, 1500 килокалорий. Человек говорит, у меня нормальное количество калорий, но я там почему-то страдаю, болею. А там огромнейшее количество углеводов как раз-таки за счёт простых и чаще всего доступно это хлеб, да, и на этом фоне, естественно, развиваются заболевания разные, и обмена веществ, и состояние кишечника. Вот, то есть в этом понятии вот так нужно рассматривать. Фаина что-то хочет добавить ещё, наверное, да? Поэтому… Фаина, я знаете, вот что хотела? Мне кажется, что Елена в большей части имеет в виду, наверное, я тоже готовилась, читала про то, что сейчас вот различные химические удобрения у нас идут, рафинированная какая-то мука, отбеливание муки происходит. Хлеб не единственный продукт, который подвергается химическим веществам, отбелиям, улучшениям. Все пищевые продукты, овощи, генетически модифицированные кукурузы, овощи и всё остальное, овощи и фрукты более, чем любой другой продукт, подвержены всякого рода химическим удобрениям и химическому воздействию. Но почему-то фрукты едят, и никто от них не отказывается, да? Я думаю, потому что проще всего найти какой-то продукт, например, хлеб, да? Вот, например, вот все эти глютеновые истории – это высосы на из пальца на 100%. Вы как врач, и как человек, и как производитель. Вы ещё и врач-невролог. Да, я врач-невролог. Я 20 лет работала врачом-неврологом. Поэтому, когда мне начинают рассказывать про глютен, про всякие там брожения, про дрожжи в кишечнике, мне это всё очень забавно. Потому что во времена моей медицинской деятельности об этом как-то не очень говорили, потому что были другие, достаточно прямые причинно-следственные связи, которые можно было оперировать. И поэтому это всё было довольно ясно. А вот термофильные дрожжи, я прочитала, что они вообще не перевариваются у нас в организме. Вы понимаете, термофильные дрожжи – это такая легенда. Понимаете, легенда о термофильных дрожжах. Что такое термофильные дрожжи? Кстати сказать, почему-то никто не говорит о том, что не надо пить вино, не надо пить пиво, молочное кислое. Нет, ну вообще в идеале. Мы как раз понимаем, чем надо есть. Овсянка на воде – это чудесно совершенно, правда, да? Брокли, цветная капуста, если у вас нет калийта. Это замечательно, если вы будете есть. Если вы будете только один раз в неделю, предположим, есть рыбу на пару или отварную. Правда, это чудесно совершенно. Кисломолочный продукт от знакомой козы, правда, которые вашими собственными руками. Вы их превратили в йогурт, кефир и творог. Это прекрасно, это замечательно, это идеально. Но на самом деле мы не имеем ни возможности, ни часто желания. Потому что заниматься собственным питанием, так как вы говорите, это, в общем, достаточно большая работа над собой, правда? Поэтому так распространены сейчас готовые всякого рода диетические боксы. А вот про термофильные дрожжи скажите, что за легенда? Термофильные дрожжи – это легенда. Термофильные дрожжи выдерживают температуру не выше 50 градусов. То есть температура печи хлеба, естественно, значительно выше. Это раз. И термофильные дрожжи не размножаются при температуре ниже 30 градусов. Средняя температура тела 35, 36, там и 5, 37 градусов. Поэтому, когда они попадают, они попадают мертвыми, будем условно так говорить. А когда они попадают, температура тела человека не позволяет, правильно я говорю, доктор? Не позволяет им размножаться в кишечнике. То есть, понимаете, история термофильных дрожжей, тех дрожжей и грибов, о которых говорят, у них совершенно другие причины появления в кишечнике в организме человека. Совершенно верно. Правда, я говорю? По поводу того, чтобы что-то росло в кишечнике извне, это обычно патогенная флора, которая начинает размножаться. Здесь какие могут быть? Почему, скажем так, может быть полумиф, полунемиф, если его правильно интерпретировать? Смысл не в том, что они будут размножаться в кишечнике. Смысл в том, что, например, когда у нас у большинства изменённый микрофлор собственного кишечника, оно может просто восприять это как определённое питание, и одни бактерии будут это… Слуги патогены. Например, в кишечнике, скажем так, может быть и нормальная флора, но её, когда соотношение изменено в какую-то сторону, например, одни погибли и размножились хорошие, но в большом количестве – это уже дисбиоз. И в этих условиях есть и грибы, которые должны быть в кишечнике. И в условиях, когда мы неправильно едим, какие-то другие факторы, получается, что что-то является подложкой для этих бактерий, они усиленно начинают размножаться, то же самое грибы, то есть и дрожжи. Можно сказать про овощи и фрукты. Например, при синдроме избыточного бактериального роста, если мы будем есть великолепную квашеную капусту, которая является пребиотиком, но если такой человек будет есть такую капусту, в принципе, он будет кормить свою флору, которая, скажем так, в неправильном соотношении, будет вызывать опять же тот же самый синдром повышенной проницаемости кишечника, вздутие и так далее. То есть здесь надо первоначально исходить из того, что мы сначала убираем синдром избыточного бактериального роста, если он есть, нормализуем поступление других продуктов или убираем их. И потом уже, скажем так, привязываемся к чему-то еще. Давайте, это у нас получается, знаете, два года. У нас случилась программа здоровья. Ну, если тут присутствует скам, врача. Я думаю, нашим зрителям тоже будет интересно, они же читают вот эти вот все понятия. Давайте я подведу итог. Значит, о том, что существует правильное питание, это питание сбалансированное, правильно? Значит, в сбалансированном питании должен присутствовать хлеб. Все, что касается хлеба наших бабушек... Сколько должен? Два кусочка в день? Вы знаете, все зависит от того, какой образ жизни ведет человек, насколько он теряет, какой у него обмен, какой, так сказать, насколько это все. Идеально, конечно, употреблять, это самое правильное, хлеб с меньшим количеством пшеничной муки. И когда мы возвращаемся к тому, что ели наши бабушки, хлеб нашей бабушек, хлеб нашего детства или детства ваших родителей, я хочу сказать о том, что основной хлеб на столе был, это все-таки был серый хлеб или ржаной хлеб. То есть очень много было серого хлеба. То есть основной был кирпич или круглый серый хлеб, который покупали, это был основным хлебом. То есть булочки и батоны, это было уже десерт, это было уже лакомство, это было уже непостоянно. То есть это был не ежедневный хлеб, хлеба белого, пшеничного, в том числе и потому, что он был значительно дороже. Ну, не значительно, но, я не знаю, на 10 копеек, на 5 копеек. Но тогда это были деньги. Потому что вы уже говорили о том, что продуктовая корзина, пищевая пирамида 20 лет назад была совершенно другая. И в Советском Союзе она была связана, конечно, с дефицитом очень многих продуктов, в том числе овощей, фруктов и так далее. Поэтому если мы говорим о том, что вреден хлеб или не вреден, мы можем однозначно сказать, тем, у кого нет заболеваний, он не вреден. Первое. Второе. Мы возвращаемся к тому, что существуют незаменимые аминокислоты. Правда? Да. Именно в хлебе, особенно в ржаном, содержится незаменимая аминокислота лизин, которой нет нигде. Либо вы ее принимаете в каком-либо виде, если это возможно, либо вы ее недополучаете, и тогда у вас появляется некий дисбаланс. Правда? В организме. Я не говорю о каких-то крайностях, но во всяком случае они бывают. И в-третьих, существует понимание такого важного, на мой взгляд, момента в жизни человека, получения удовольствия от еды. Правда? Ведь дело в том, что человек, который систематически сидит на очень жестких диетах и не получает удовольствия от таких мелких саду маза радости, о том, что он может себя ограничить и гордиться этим, он должен получать. Еда – это то удовольствие, которое среднестатистический человек получает три раза в день. Такое маленькое, большое, у всех по-разному. Поэтому я думаю, что если вы съедаете три кусочка хлеба с утрубями, хлеба с медленными углеводами, речь идет о том, что это углеводы ржаного хлеба, углеводы хлеба с утрубями, гречишного хлеба, овсяного хлеба, их достаточно много, а не чисто вот такие вот вещи, как багеты или батоны или сладкие сдобные булки, то вполне, я думаю, что там порядка, я не знаю, там 150 грамм хлеба вполне допустимо. Правда? Ну, в зависимости от возраста, да, и образа жизни человека. Если мы говорим, опять же, про здоровых лиц, да, но чаще всего врачи сталкиваются с патологическими. Вы вообще планируете, вот мне просто очень интересно. Вот, смотрите, мы плавно перетекли как раз ко второму вопросу, какой же хлеб полезный, какой вредный. Вы уже, получается, ответили на первую часть, да? Смотрите, ну, существует понимание того, что самая лучшая в мире диета – средиземноморская диета, правда, да? То есть диета, которая полностью, там, эти ненасыщенные кислоты жирные и все остальное, рыба, оливковое масло, свежие овощи, фрукты, прекрасные помидоры, которые содержат там кучу всяких невероятных вещей. Но, тем не менее, ни один итальянец не позволит себе провести свой день без куска хлеба. Правда ведь, да? Без куска чабаты, без корнетто, без еще чего-то. Точно так же француженки, которые известны всему миру тем, что они прекрасно выглядят. Правда? Француженки не ограничивают себя в хлебе так жестко, как это начали делать российские женщины. Я бы даже сказала, что это какая-то свирепая, свирепая такое, какое-то вот отрицание всего, что связано с хлебом. Слово «глютен», если вы попадаете в приличное общество, обязательно кто-нибудь обязательно будет говорить, что он не ест глютен, и вот это он тоже не ест, и ничего он больше не ест, и питается только листьями салата. Вот это неправильно. Это очень-очень грустно. Почему? Потому что это, по большому счету, пищевое невежество. Пищевое невежество. Точно так же, как знаменитая кето-диета. Скажите, что это ужасно с точки зрения врача. Нет, но кето-диета в зависимости от показаний. То есть это индивидуальный подход. Кому-то это может быть, но подходить в зависимости от состояния. То есть кето-диета – это всегда коротко. Диета дюкана, на которую садятся люди, через несколько лет после того, как они говорят, что мы себя чудесно чувствуем, мы худые, мы ни в чем себе не ограничиваем, мы привыкли к тому, что мы вот это все не едим, но зато мы съедаем огромный кусок мяса. Мы съедаем, предположим, яичницу с беконом на завтрак безо всякого хлеба, и мы чувствуем себя и сытыми, и довольными, и прекрасными. Мы едим лосось, авокадо, там еще что-то, и нам замечательно, хорошо, нам очень хорошо. Спустя какое-то время, как правило, я просто почитала, интересно, тех, кто сидел, у минимума 30% людей появляются камни в почках. Правильно, доктор? Я сейчас дам пояснение уже. Да, да, да. То есть, понимаете, кетоз, когда человек, ведь смысл диеты дюкана в том, что человек вводит себя в состояние кетоза, что, в общем, не здорово, с одной стороны. Хотя, вот, как невролог, я хочу сказать, что в состоянии кетоза уменьшается количество припадков. Это доказанный факт. Да? Да, например. А все остальное у нас ушло в медицину. Объясните сейчас простым зрителям, которые не могут разбираться во всех этих понятиях, какой хлеб полезный, какой вредный, что им получается брать. Сколько секунд, можно я как бы, вот, как врач, да, какие-то, ну, диетолог, да, то есть мы с вами тоже два врача, получается, какое-то пояснение по поводу диет. А диета дюкана, это, скажем так, ну, популистическая диета, да, это попса, как называют. Совершенно. Он, по крайней мере, как-то это привлекло его внимание к своему здоровью и что-то изменилось, кому-то оно пошло на пользу, да. Но все моменты, когда мы говорим о поголовном использовании, да, всех диет, вот сейчас существует персонализированный подход. Каждый человек, который приходит ко мне, я ему разрабатываю индивидуальную диету. И всем поголовно использовать вот эти вот модные, популярные диеты нельзя, да, потому что у кого-то на самом деле может быть проблема, потому что это белковая нагрузка. И раньше была одна из казней, да, когда человека кормили мясом. Да, и вот отсюда же Кривлевская диета, она же ушла из популярности, да, сейчас. По поводу других, да, кето-диеты совершенно верно, она имеет свои показания в медицине. Например, очень хорошо работает у детей с эпилептическими припадками, с ДЦП, да, и есть специализированные клиники, например, в Питере, по-моему, которые разрабатывают под контролем врачей уровни кетоза и кетоновых тел в моче и так далее. Разрабатывает питание для этих детей, но смысл там в том, чтобы, ну, вот убрать какие-то клинические проявления. Кето-диета может быть, например, у кого-то иметь значение на несколько, там, недель, да, чтобы сдвинуть метаболизм и так далее. Но, опять же, это нужно индивидуально, да, если у человека есть изменение веса, изменение веса, то это уже нарушение определенных процессов, да, то есть организм почему-то имеет патологическое состояние, выбрал нормой другой веса, низкий или высокий. И здесь уже нужно не заниматься тем, что снижать колораж пищи, да, а разбираться с проблемой, с причиной того, что, почему такое появилось. И здесь иногда, вот знаете, как проблема такая, да, мы, почему ограничивает хлеб, потому что, ну, как бы это источник калорий, более простых углеводов и так далее. И здесь уже мы утыкаемся вот в эту проблему подсчета калорий, да, я вообще не читаю калории и не заставляю своих пациентов считать калории. Мы меняем состав пищи и определенные приемы, да, на завтрак, на самом деле, может быть, не нужны углеводы в силах современных открытий. Мне просто интересно, конечное количество калорий, вы же все равно знаете. Конечное количество калорий нужно... Потому что человек худеет, когда он тратит больше, чем съедает. На самом деле иногда, вот если, вот когда, я вам говорю, 1500 килокалорий в сутки, а он весит там под 80 килограмм подросток, да, там, 12 лет, и у него сплошный хлеб, понимаете, у него даже белка, он не набирает половину своего нормы, которая должна для него быть, да. И здесь тоже получается, я вам показываю, смотри, калории, да, ты мало там ешь, потому что для определенного возраста, даже подростки там 17-18, 2,5 должны съедать. Но ты ешь пустые калории, организм не может воспользоваться ими для того, чтобы построить что-то, а он тратит их, а ты не тратишь эту энергию столько. На то, чтобы отложить блюд. Конечно же, вот, и поэтому здесь... Давайте скажем нашим зрителям, какой хлеб полезный и какой вредный. А вот к чему это подходит, вы поймите, что это будет опять же индивидуально. Если ты абсолютно здоров, да, то в принципе хлеб, который сделан из, как сказала же моя... Цельнозерновой хлеб нужен. Ну, здесь опять же, да, то есть цельнозерновой, серый, пожалуйста, хлеб, да, который может использоваться. То есть батон только по праздникам, да? Смотрите, ну зачем он? Нет, существует большое количество людей, предположим, с яйдной болезнью желудка. Они не могут есть. Это опять патология. То есть, понимаете, вот мы говорим о том, что существует... То есть здоровый человек по определению может есть всё. Всё. И белый. Только в разумных количествах. Качественный хлеб в разумных количествах. Качественный это какой? Из муки высшего сорта или что? Что они должны видеть в составе, чтобы понять, что это качественный хлеб? Ничего они не увидят. Ничего не увидят? Конечно. Потому что в производителе хлеба, и те, кто производит хлеб, во многом лукавят. То есть, понимаете, вот смотрите, вот у меня на таком упаковке... Ну, в хлебушке есть вот такая этикетка. Видите, сколько там написано всего? Да, и укрепляет министерство. Нет, иммунитет. Это маркетинговые вещи. Их можно... Давайте я посмотрю здесь. Это всё правда. Ну, смотри, здесь куча всего написано. Не затрудняйтесь. Здесь написано пищевая ценность на 100 грамм и состав. И мука такая, и мука сикарная, и гречневая. И всё-всё-всё мы расписываем. Для этого работает специальная лаборатория. Для этого существуют специальные, так сказать, технологии. Но это позволяют себе крупные предприятия, предположим. Предприятия более мелкие, они не будут этим заниматься. Они напишут совершенно популярные вещи о том, что там мука пшеничная. И даже не напишут, какая хлеб пекарная. Есть такое понятие. Там не будут писать высшего сорта, меньшего. Композитная смесь. Да, да, да. Они вам всё напишут. И я вас уверяю, нечего вам ломать голову. Не придраться ни к чему будет. Потому что нормальный потребитель, и вся схема потребления всех продуктов, не только хлеба, говорит о том, что покупатель говорит вкусно и невкусно. Или невкусно. Дёшево или дорого. Вот существует два. Правильно я говорю? Да. Чтобы было вкусно, можно положить чуть побольше сахара. Совершенно верно. Улучшители вкуса, то, чем занимаются все крупные американские... Сейчас везде усилители вкуса у нас в хлебе есть? Вы знаете, вот в этом нет. Потому что хлеб для усиления вкуса вообще такой продукт не очень. Понимаете, вкус чего вы хотите усилить? Вкус нет такого... У белого хлеба вообще, по-моему, вкуса нет. Он есть. Это вкус хлеба, который невозможно синтезировать. Понимаете, есть вкус. Вот замечательно. Я когда столкнулась с этим, я была в первое время просто в изумлении. Существует вкус топленого масла, вкус сливочного масла, вкус добы, вкус того. Там, знаете, там перечни вот этих совершенно невероятных названий, которые вы добавляете. И когда вы едите, предположим, йогурт или еще что-то, или булочку, от которой совершенно сумасшедший аромат клубники, вы должны быть четко совершенно уверены в том, что там, конечно, есть усилитель вкуса и ароматизатор. Потому что по-другому быть не может. Потому что когда-то вы все варили компот дома, когда-то вы все пекли пироги или кто-то пек, и вы прекрасно знаете, как. Вот если вы сравните тот аромат, который есть у вас дома, когда мы взяли стакан ягод, сварили или что-то сделали, вот это максимальная концентрация запаха, которая может быть. Все остальное – это химия. Фаина, вот вы сейчас как раз принесли хлеб, и я вот попрошу вас рассказать как раз немного о вашем, скажем, хлебе. Да, на вашем предприятии, может быть, чуть-чуть о технологии. Давайте я буду рассказывать и параллельно задавать вопросы доктору. И доктор будет говорить «да» или «нет». Вот это будет самое правильное, я считаю. Значит, первое. Вот это однозначно с точки зрения диетологии для здорового человека не самый полезный хлеб. Это багет. Он изготовлен из муки высшего сорта. Как всякий любой продукт, который выпускает наше предприятие, он не содержит консервантов, улучшителей вкуса и химических добавок. В его состав входят закваски, но это, конечно, тоже микроорганизмы. Это, конечно, дрожжи. То есть, понимаете, когда вам пишут, что это бездрожжевой хлеб, и хлеб на заквасках, производитель лукает, потому что закваска – это тоже форма дрожжей. Правильно? Да. То есть, существует то, что дает подъемную силу, то, что дает объем тесту. Существует то, что делается с помощью микроорганизмов – это дрожжи и закваски. И то, что делается с помощью химии. Самое простое – это разрыхлитель сода. То есть, вот это вот с дрожжами. Это получается нет. Это с дрожжами. Это на закваске. Смотрите, если вы молодой, спортивный человек, если вы ходите пешком, ездите на велосипеде, занимаетесь спортом, ведете активный образ жизни, если 90% вашего рациона сбалансировано, почему бы и нет вам съесть на завтрак тост из белого хлеба с яйцом или еще с чем-то? Почему бы вам не съесть, предположим, в первой половине дня бутерброд или еще что-то на таком хлебе? Ну, здесь, давайте так, например, по поводу употребления белого хлеба для здорового человека, в принципе, в небольших количествах это может быть. Но только смысл зачем? Какая цель преследуется? Может быть, вкусная? Ну, хорошо, вкусная, пожалуйста. Она такая, вкусная, да. На завтрак хлеб мы не едим, в принципе, не должны есть. Единственное, что если у вас только тренировка после завтрака, пожалуйста, и если вы будете тренироваться именно на набор веса, то вы можете себе позволить съесть и такой углевод. А если вы тетка, как я, 54 лет, с лишним весом, предположим, с гипертонией, с кучей проблем, съешьте вот эту булочку на обед. Обед – это время как раз-таки, когда организм... Обед можно. Я думала, видите, как я так сразу взволновалась. Здесь что-то булочка, если вам очень хочется, самое время для вкусняшек, скажем так, это обед. Потому что сейчас современные диетологи немножко... Раньше говорили, что всё, что вы съели с утра до обеда, переходит в энергию, а не в жир. Вот с утра нет, потому что сейчас немножечко декринология вошла уже в диетологию, и начали говорить о соматотропном гармонии кортизоля, который с утра у нас вырабатывается, и всё-таки не нужно... А вот если у меня, у меня кортизол вырабатывается с утра до вечера, у меня тяжёлая работа, мне всё равно, когда есть. Ну, не усугубляйте себе ситуацию, съешьте очень хорошую белково-жировую завтрак, по сути дела, жир мы должны есть, но самое лучшее время приёма жира – это утро. Слушайте, я хочу съесть жир, я хочу намазать своё сливочное неполезное масло на что-то. А что на цельный зерновой хлеб? Хорошо, на цельный зерновой хлеб. Это цельный зерновой хлеб? Это вообще фантастический хлеб. У нас просто уже более получаса, у меня ещё здесь вопросы, я хотела... Ну, вы потом порежете. Навряд ли у нас такая дискуссия. Порежете, частями будете, давайте. А если у вас нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, то, в принципе, если вы не совсем маленький ребёнок, то, пожалуйста, цельный зерновой хлеб. Да, вот такой батончик, он, кстати, вкусный. С орехами, с семечками, без орехов. Нет, он не сладкий, можете отрезать потом. Хорошо. Главное, чтобы камни не содержал в вашем столе. Ну, ничего страшного. В вашем чистом столе. Давайте дальше посмотрим, что... Да, значит, так, мы решили, что кусочек вот такого хлеба можно съесть в обед тёткам и дядькам, у которых вырабатывается огромное количество кортизола, или им всё равно, когда есть такой хлеб, или, например, или... Очень хочется. Ну, хоть, ну, я должна достать я какое-то немедленное удовольствие, предположим, да, что тут вкусное. Здесь вариант такой, я не буду горький шоколад, потому что кто-то не любит, у кого-то диатеза ещё. Вкусных конфет сейчас не найти хороших, правда ведь? Вы согласны? Будем хлебом отыгрываться. Какие дальше у нас ещё варианты? Вот эти полезные хлеба, видите, вот эта новая... А это же не тоже самое? Нет, это совершенно всё разное. Этот гречишный, а это хлеб с семечками, благо называется. Значит, здесь мы пошли как раз вот в сторону диетологии. Здесь мука грубого помола пшеничная. Есть такой же хлеб, я не принесла, он вообще без пшеничной муки, он только на ржаную. Здесь, ну, всё-таки я думаю о том, что у ржаного хлеба... Вот доктор опять меня исправит, если я что-то неправильно говорю. Ржаная мука, она переносится не всем хорошо, особенно не в молодом возрасте, потому что у всех есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта. Ржаной хлеб имеет повышенную кислотность, и не все как бы его хорошо переносят. Он больше переваривается, это с одной стороны плюс, а с другой стороны минус. Ну, вот здесь вот гречишный и хлеб благо. Есть ещё несколько таких сполбы, есть очень модный хлеб. То есть содержание муки высшего сорта здесь отсутствует. Здесь мука грубого помола, здесь гречишная мука, это полезно, правда, да? И отруби. Ну, если соотносить там любителям глютена или неглютена, да, гречишная мука будет как выбор. Да, если мы хотим глютенную нагрузку. Ну, смотрите, ну, это сумасшедшие все даже. В общем, это можно, это можно. Я уже поняла, что можно практически всё есть с обычным здоровым людям. А вот что беленький у нас здесь кирпичик. А беленький чудесный хлеб, это хлеб кто-то уже отбел. Это высший сорт? Нет, это первый сорт, то, что мы делаем. То есть здесь мука более грубая, то есть вот все эти балластные вещества. Мука грубого помола получается? Грубого, да. Но она не совсем грубого. А вот мука, она у вас отбелленная или как? Нет, у нас не отбелленная, у нас своя мельница, свой эллипатер. Своё всё, да, потому что я почему-то почитала, что вот в масштабах, чтобы прокормить Россию-матушку, никто сейчас уже не отбеливает хлеб, потому что это всё вот с химическими всеми этими. Ну, конечно, химическими. Ну, смотрите, по-моему, я съела какую-то семечку. Вот, значит, конечно, с химическими веществами очень многие, потому что я не буду говорить, где и кто, но все знают огромное количество таких маленьких пекарен. Очень модная сейчас тема, только ленивый не печёт хлеб и булочки. И вот доктор скажет, насколько вреден горячий хлеб. Вреден. Фаина, вы прям читаете мои вопросы. Можно ли есть горячий хлеб, который только испекли? Да или нет? Вот просто коротко, давайте не будем в подробности. Ну, конечно, можно, потому что это очень вкусно. Но это же вредно, Елена? Ну, конечно, вредно. Так можно или нельзя? Можно. Иногда? Вредно. Так, что делать с нашим зрителем? Ну, горячий хлеб... Раз в неделю можно съесть вот прям вот полбулки горячего хлеба? Смысл в том, в горячем хлебе, да, то есть если мы как гастроэндролог, я расскажу, какая реакция происходит. То есть вы его видите, да, вы его очень хотите, вы проходите мимо булочной, один из моментов повышения настроения, да. В этот момент у вас уже начинается мозговая фаз пищеварения, запускается определенная фермента. Так, что делать в этот момент? Проходить мимо? Ну, желательно, да. Вы можете купить его и съесть его потом. Чуть попозже. Вот эти сады маза радости у современной молодежи меня все время угнетают. Ну, а что вы видите, если я съем полбуханки вот этого хлеба? В принципе, полбуханки тем более, да, если очень сильно вырабатываются ферменты, да, и мы можем спровоцировать вплоть до панкреатита, гастрита и... Я не говорю, если часто, но иногда, раз в месяц, раз в день. Смотрите, чем правильнее здоровье, скажем так, образ жизни ведет человек, тем экстремальнее для него будут вот такие вот вещи. Доза базировки, да? Да, да, то есть если организм никогда... Вот человек, который все время чего-то там ел, 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 как-то там не следил за своим здоровьем, да, у него легче переносится вот эти... То есть вредности добавляем по чуть-чуть. Лучше все-таки не терзать себя, а иногда... Лучше не начинать. Не начинать, да. Зачем? И, во-первых, вы съедите намного больше, чем вы бы съели обычный, да, уже, ну, холодный хлеб, да? То есть съедается в два-три раза. Быстрее все. То есть он вкуснее. Хорошо, я все-таки хочу еще у меня вопрос. Вот диабетический хлеб, это реально работает или тоже какой-то маркетинговый ход? Нет, реально работает. Что такое диабетический хлеб? Я скажу, и доктор меня исправит, если я говорю неверно. Значит, существует понятие хлебной единицы. Оно давным-давно придумано, когда еще не было такого огромного количества продуктов, которым можно было заменять. Хлебная единица – это, условно, единица, которая соответствует определенному количеству углеводов, и в среднем она соответствует кусочку хлеба в 20 грамм, да? Здесь 12 грамм в углеводов одна хлебная единица. Да, и где-то кусочек хлеба один, надо называть такой большой тоненький. Но сейчас наши зрители ничего не понимают в итоге, чтобы они… Нет, они все понимают. Потому что что такое диабетический хлеб? Диабетический хлеб – это там, где меньше углеводов. Меньше углеводов там, где ржаная мука, там, где отруби, там, где либо добавки, не содержащие углеводов. То есть, по определению, диабетический хлеб – это не должен быть хлеб из муки пшеничной высшего сорта, это должно быть небольшое количество пшеничной муки, основная часть заменена ржаной мукой и отрубями, и какими-либо добавками. Ну а в наших магазинах, если диабетический хлеб написано, можно верить или нужно как-то им проверять? Диабетический хлеб в наших магазинах делаем только мы, поэтому ему можно верить. Можно доверять. Да, однозначно, совершенно. Единственное, что очень многие больные диабетами, я это сталкивалась как врач, я думаю, что вы сталкивались, очень часто любят покупать бородинский хлеб. Они считают, что он ржаной, и он содержит меньшее количество углеводов. Вот эта вот опасность бородинского хлеба в том, что он содержит солод. Он еще содержит сахар, солод, заварку. Это не только диабетики, это и детки, мамочки для родителей, те, которые хотят похудеть, тоже заменяют вот этим вот хлебом. Они ошибаются. Они ошибаются. Вот из того, что производим мы, а кроме нас этого никто не делает, существуют хлебцы докторские у нас, и хлебцы ржаные с посыпкой, они без заварки. И еще я хочу сказать, настоящий ржаной хлеб, светлый. Там, где вы видите темно-коричневую массу, там обязательно есть завар. Нет. Ну, у кого-то краситель. Я говорю про классическое тестоведение, про классическое хлебопеченье. Там, где есть темно-коричневый цвет, это всегда солод. Это вот как бородинский как раз. Да, бородинский хлеб, он, конечно, с ржаной мукой, но там достаточное количество солта. То есть говорить о его диетической ценности не приходится. Я считаю, что это самый не диетический хлеб из всех существующих, вот мое мнение. Но он очень вкусный. Вот. И если выбирать, между предположим, багетом, особенно если это багет, который испечен в какой-либо пекарне, по быстрой технологии, с большим количеством того, о чем вы говорите, то, конечно, лучше съесть кусочек бородинского классического хлеба, там все-таки есть ржаная мука. А все остальное нет. Давайте вот еще такой последний вопрос. Насколько все же это правильно, не есть хлеб вообще? Это неправильно. Это неправильно. Я вам сейчас скажу, почему это неправильно. Я абсолютно убеждена, я сейчас скажу, и даже доктор, если меня избравит, я не соглашусь. Значит, почему это неправильно? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень вкусно. Это уютно, да? Ну, это просто вкусно. В-третьих, это доступно. То есть это наиболее доступно. Ну, понимаете, мы все стремимся к тому, чтобы вести, наверное, правильный образ жизни. И не у всех у нас. Я не беру сейчас во внимание тех, кто имеет достаточное количество свободного времени. Я тоже так мечтаю, знаете, с утра проснуться, немножко йоги, немножко того, немножко сего, там завтраки. Это не всегда получается. И поэтому это доступно. То есть это красиво, это вкусно, это доступно. И я сейчас скажу, почему это здорово. Потому что если вы не будете есть сладкие булки в диком количестве, правда? Если вы не будете есть чисто пшеничный хлеб, я опять же говорю, мы говорим об условно здоровом среднестатистическом человеке любого возраста. Любого возраста. Это полезно, потому что там есть аминокислоты, там есть витамины группы В. Согласна? Правильно? Есть. Есть аминокислоты. Есть витамины группы В. Есть незаменимые аминокислоты, которых нет нигде. Правильно? Вот. Поэтому я считаю, что, помимо всего прочего, существует понимание, вот сейчас очень модно говорить какими-то такими шведскими, там, датскими пониманиями, хюги, да, хюги, да, хюги или там лагом, очень модно, там, шведский образ жизни, датское счастье. Вы понимаете, ведь понимание уютной, комфортной, красивой, приятной жизни, оно же связано и с едой тоже. Правда ведь, да? Поэтому, когда мы говорим о здоровом образе жизни, и мы говорим о том, что вкусно кусочек багета с кусочком сыра, предположим, там, с овощами, с чем-то, с бокалом вина, это вкусно. Правда? Тарелка борща с помпушками, с чесноком, это вкусно, это классика. Рюмка водки с кусочком селедки и бородинским хлебом, это очень вкусно, и это тоже классика. Человек не должен себя обеднять тем, что он запрещает себе делать такие вещи. Если человек съедает батон со сладким чаем и с вареньем, это однозначно вредно. Этого делать нельзя. А все остальное можно. Ваша позиция понятна. Елена? Ну, моя позиция, я лучше съем кашу из полу бы. Ну, какой ужас, ну, какой кошмар. Представьте, приходит молодая, красивая женщина, у нее романтический... Слушайте, а вот вы как? Вот вы пошли в французский ресторан, садитесь, и вам говорят, что ты будешь, дорогая? Ты говоришь, я буду кашу из полу бы. Нет. Смотрите, в повседневной жизни мы... Я выберу, вот я не ем просто хлеб каждый день, да? То есть я не беру пусточки. Если он будет в салате, например, Цезарь какие-то, гренки, что-то и все. В салате Цезарь самый вредный хлеб. Это понятно, да? Но я не буду съедить, потому что он самый вкусный здесь. Да, то есть это будет так. Если будет брускетта какая-то, например, да, и я понимаю, что если я, например, я просто контролирую, зачем я всегда смотрю на еду, может быть, это уже профессионально. Зачем я еду? Нет, я согласна, я еще раз говорю, да, то есть несколько кусочков хлеба. И хлеб, несколько, мы приходим к тому, что три кусочка хлеба лучше серого или ржаного, не горячего есть каждый день нужно, окей? Можно, можно. И нужно. Ой, хорошо, что вы пришли к общему знаменателю. Я на этой позитивной ночи, ночи, уже ночи, ночи хочу завершить наш потрясающий эфир. Мне было очень интересно, и я думаю, мы бы еще разговаривали на эту тему еще очень-очень долго. Я хочу пожелать нашим зрителям, чтобы вы взяли из нашего эфира только самые полезные, самые лучшие, и обязательно пользовались этим в своей жизни. И, конечно же, не ограничивайте себя, живите в гармонии, и все у всех тогда будет замечательно. А мы с вами увидимся в следующем эфире на передаче о мелочах и жизни. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова